Ворваться в комнату Конкурсов прошли уже очень много. В Москве и Санкт-Петербурге, Туапсе и в Крыму занимают первые места. В Финляндии на конкурсы «Северные звездочки», куда съехались юные исполнители из разных стран, девчонки уверенно взяли первое место, несмотря на волнение. Там было очень много людей. Все разговаривали на разных языках, ничего не понятно, хорошо или плохо. И поэтому не знаешь, чем все обернется. Боясь того, что вдруг проиграешь. Однако бояться не стоило. На конкурсе Нижегородкам равных не нашлось. Их успех, говоря о девчонке, имеет подробную инструкцию. Во-первых, трудолюбие. Анна и Вероника поют 24 часа в сутки и признаются, совсем не устают. Видимо, характер такой. Пока не добьются своей цели, не отступятся. В машине я очень часто пою, когда слышу, например, знакомую песню по радио или где-то просто. Я обязательно ее должна спеть, мне кажется. Бывают, конечно, и ляпы. Ну а куда без них? Пропадай, добра волос, соля окушка, от любви, от любви, лау. Во-вторых, хороший преподаватель. Татьяна Одегова занимается с ними с первых дней учебы. Говорит, что девчонки талантливые от природы. А это уже третий пункт, без которого невозможна победа. С каждым индивидуально приходится работать, находить какие-то черты характера. Это как Кулачев с кошками работает. Сначала он смотрит, что кошка любит делать сама. Находит вот какие-то моменты и потом заставляет почти практически это же самое делать ее на сцене. А в итоге только первые места и большие планы на будущее. Анна хочет стать принцессой шоу-бизнеса, а Вероника прославится, исполняя народные песни. Вот так вот девчонки из глубинки поднимаются до самых вершин эстрады. Екатерина Снапкова, Ренат Битбаев, Объективное ННТВ